Всем огромный привет! Сегодня хочу вам показать свою посылочку от компании Бокздрав. Вы, наверное, уже слышали об этой компании. Это тот производитель, который производит закваски, пробиотики, ферменты. И только у них можно купить именно эти препараты, с помощью которых можно произвести абсолютно любой молочный продукт. Немножечко расскажу о компании, потому что все-таки это именно тот наш российский производитель, который очень качественно производит данный вид продукции. Продукция называется бактериальная и производство организовано в соответствии с самыми строгими требованиями к предприятиям фармацевтической области. Продукция также выпускается на современных производственных площадках, имеющие высокий уровень безопасности и проходит постоянный контроль качества со стороны аккредитованных лабораторий. Все этапы исследования, разработок и производства проводятся только на территории Российской Федерации высококвалифицированными специалистами и учеными. Продукция компании Бокздрав производится только из натуральных, без всяких генно-модифицированных препаратов. Также у компании есть свой интернет-магазин, где можно заказать эти закваски, пробиотики, ферменты. Можно купить технику, аксессуары. В общем, абсолютно все для того, чтобы приготовить в домашних условиях тот или иной молочный продукт. Этих молочных продуктов очень много. Я практически заказала себе на сайте все, потому что хочу потестировать, попробовать сделать, поэкспериментировать и хочется сейчас в наше время питаться чем-то натуральным, никаким-то непонятно из чего сделанным продуктом. Давайте буду показывать посылочку. Вот смотрите, все так аккуратненько уложено. И сейчас я буду доставать и показывать. Первое, что я как раз заказала, это был сычужный фермент сыр. Из этого сычужного фермента можно сделать абсолютно любой сыр. Твердый, полутвердый, мягкий, не знаю, может быть и полумягкий. В общем, различные виды, какие только у нас существуют. Вот выглядит, вот в этой коробочке вообще вложено по 5 вот таких вот саше. Саше целых 3 грамма. Вот, к примеру, вот это саше для сыра можно использовать на 50 литров молока. Представляете, 5 штук в упаковке и это значит на 250 литров молока. Классно вообще, великолепно. Также, допустим, в этом сычужном ферменте вложена ложечка. Я уже все посмотрела. И вложены различные инструкции. Очень удобно с помощью даже одной коробочки дома приготовить, используя лишь только фермент и инструкцию. Эти ферменты, которые я заказала, вы сейчас видите. И вот здесь стоит всего лишь 6 упаковок. И это абсолютно не все, не все, что я заказала. Просто я заказывала не стандартно по 5 стикеров, а я заказывала, допустим, 2 кефира, 2 сметаны. Но мне хочется вам именно показать вот эти вот великолепные коробочки. Кстати, на каждой коробочке здесь есть рецепт. Здесь можно почитать, посмотреть, как это все готовится. Все готовится очень быстро, просто, в течение буквально 2 минут. Но очень классно, вообще удобно в применении. Ну, а теперь давайте буду показывать вам сами закваски. Хоть я вам показывала сычужный препарат сыр, но я начну именно с него. Сычужный препарат сыр. Закваска слим. Закваска кефир. Закваска иммуна. Кардио. Нормофлор. Закваска мацони. Бифидум. Закваска протект. Также есть закваска творог. Закваска ряженка. Закваска сметана. Ацидофилин. Закваска йогурт. Для активных людей, которые занимаются спортом, закваска актив. И последний из заквасок, это гармония. Остались у меня только пробиотик. Вот такое вот здоровье пробиотик. И осталось ферментный препарат, который называется лактаза. Это для приготовления очень вкусного и классного напитка. Ну и фермент сыр я вам уже показала. И сегодня это еще далеко не все, что я хотела вам рассказать. Потому что сегодня я хочу приготовить настоящий домашний йогурт. Я буду готовить это вместе с вами. Я думаю, что у меня все получится. Поэтому не переключайтесь. Оставайтесь со мной. И начинаем готовить йогурт. Сегодня я буду готовить йогурт. Он будет у меня приготовлен двумя методами. Первый метод самый обычный, который подходит для тех людей, у кого нет йогуртницы. Это обычное стандартное сквашивание. Способ приготовления, конечно, я сейчас покажу и расскажу. Но времени это займет немножечко побольше. Вообще он будет в целом сквашиваться где-то 14 часов. Ну а если, конечно, при втором способе у вас есть йогуртница, то, конечно, тут уже приготовление будет занимать от 5 до 8 часов. Ну давайте начнем. Смотрите, какое огромное количество у меня заквасок, ферментов. И, конечно, я постараюсь в будущем поснимать абсолютно на каждый фермент ролик. Ну а сегодня это будет йогурт. Так, йогурт у нас вот. Вот в такой вот стандартной упаковке здесь у нас 3 грамма. Вообще эти упаковочки рассчитаны на 1-3 литра, в частности для йогурта. То есть эту пачку можно разделить на 3 раза и сделать аж 3 раза йогурт. Либо завести массу на 3 литра. Я буду сегодня делать на литр 200, поэтому мне понадобится 1,2 грамма. Кстати, компания Бокздрав вложила мне очень классную ложечку измерительную, которая как раз измеряет нужную дозировку. И вот этот как раз большой такой черпак здесь 1,3 грамма. В общем, ну, сделаю чуть поменьше, получится 1,2. Первым делом я, конечно, замерю тот объем молока, который мне понадобится. У меня вот такая вот большая мерная кружка. И, как я уже сказала, мне понадобится 1,2 литра, то есть 1200 мл. Для приготовления натурального йогурта я буду использовать только натуральное цельное молоко. Не магазинное, а домашнее. Предварительно я его постерилизовала, охладила до нужной температуры 35-45 градусов. Обязательно проверьте температуру. У меня такая вот смешная уточка, которая подходит для измерения воды, температуры воды. В общем, температура у меня соблюдена правильно. Теперь добавляю фермент. И все нужно тщательно перемешать. Перемешиваем до того момента, пока фермент не растворится полностью в молоке. Фермент растворился. Теперь нужно все это залить в стаканчики. Это стандартные стаканчики от йогуртницы. Обычным методом я буду готовить вот в таком вот стакане, который идет у меня 400 мл, а эти идут по 200. Смесь молока с ферментом я разлила по стаканчикам. Тарелка у меня пуста. Теперь мы ставим это все на сквашивание. Сначала поставим в йогуртницу. Йогуртница у меня маленькая, всего лишь на 4 стаканчика, но нам этого достаточно. У нас не так много членов в семье. Аккуратненько ставим. Не накрываем их крышечкой. Просто так составляем. Теперь накрываем крышкой. Выставляем время. Мне понадобится 6-8 часов, но я поставлю на 6. Все, йогуртница заработала. Как только пройдет 6 часов, я потом буду украшать и покажу вам, что получилось. Ну, а со вторым вариантом, это у нас сквашивание будет самостоятельное. Мне нужно вот этот стаканчик поставить также в теплое место. И от температуры будет зависеть у нас часы сквашивания. Если температура будет составлять плюс 20, плюс 30 градусов, то сквашивание у меня произойдет за 14-18 часов. Если же температура будет достигать до 35 градусов, то сквашивание от 8 до 14. Ну, а если я найду место, где у меня будет доходить от 35 до 43 градусов, то сквашивание будет очень быстрым, так же, как в йогуртнице, от 5 до 8 часов. У меня как раз есть такое теплое место. Я поставлю его в бане. И я думаю, что у меня эти два продукта сквашивания просто одновременно. Йогурт у меня готов к потреблению. Готовился он в йогуртнице 6 часов, но естественное сквашивание составило примерно где-то 9-10 часов. После этого я его охладила в холодильнике 2 часа. Ну, а теперь его нужно украсить и можно кушать. Я уже начала украшать. Это у меня резанные ягоды голубики. Они слишком большие, чтобы их раскладывать. Но, в принципе, можно выбрать поменьше и так же сделать украшение. Вот так вот красиво получается. И осталось только снять пробу. Йогурт получился достаточно густым и таким прям классным. К тому же еще и очень вкусным. Спасибо всем за внимание. Делайте, экспериментируйте и у вас обязательно все получится. Продолжение следует...